Приветствую тебя, подписчик, а также приветствую тебя, случайный зритель. Сегодня у нас день памяти победы в Великой Отечественной войне. Время бессильно перед памятью того поколения, которое отстояло свободу нашей страны. Такой войны, как Великая Отечественная, в истории человечества не было, как и такой Великой Победы, которая освободила наш народ, нашу страну и все прогрессивное человечество. Великая Отечественная война советского народа стала важнейшим поворотным пунктом в мировой истории. Интерес к ее событиям с годами не угасает. Ее изучают, исследуют военные специалисты, экономисты, дипломаты, историки, а также деятели науки и искусства. О войне ежегодно создаются научные труды, литературные и художественные произведения, которые освещают все новые и новые страницы этого грандиозного сражения. Деятельность Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны направлена на сохранение, изучение и пропаганду документальных и материальных свидетельств о подвиге и жертвах белорусского народа в годы войны во имя сохранения мира на Земле. Величественное здание общей площадью 15600 квадратных метров возведено в знаковом месте белорусской столицы, на площади героев рядом со стеллой «Минск. Город-герой» и музейно-парковым комплексом «Победа». Здесь же, на проспекте Победителей, по традиции проходят военные парады и праздничные шествия. Сейчас мы дождемся зеленого сигнала светофора и обязательно перейдем ближе к музею и к стелле. Сегодня у нас 4 мая, поэтому город готовится к празднованию Дню Победы 9 мая. Современное здание музея впечатляет не только масштабами, но и символизмом, отражающим в вехе истории 1941-1945 годов. Композиция объединяет 4 основных блока по числу военных лет и фронтов, участвующих в освобождении Беларуси. Главный фасад выполнен в виде праздничного салюта. 11 сверкающих лучей из нержавеющей стали символизируют Великую Победу и одновременно напоминают о 1100 трагических днях и ночах оккупации Минска. Суровый блеск металла в оформлении говорит о войне, о золотистое сияние стекла, о победе и величайшей ценности мира. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной считается первым в мире музеем, который посвящен в самой ужасной и масштабной войне в истории человечества. Это единственный музей в Республике Беларусь, создание которого произошло еще в годы фашистской оккупации. Является одним из крупнейших в мире музеев, посвященных кровопролитным событиям Второй мировой войны. В июне 1942 года была образована Республиканская комиссия, целью которой определили сбор материалов и документов о событиях, идущей в стране войны. Документы собирались на тему вероломного нападения фашистской Германии и о героической борьбе белорусского народа с захватчиками. Прямо с фронта документы отправлялись в Москву, где базировалась комиссия. Среди первых материалов были собраны образцы самодельного оружия, письма, печатные издания, хроники мужественного партизанского движения. В 2014 году для музея было построено новое здание. Оно является частью величественного архитектурного комплекса, в который также входит музейно-парковый ансамбль «Победа» и «Обелиск», «Минск», «Город-герой». В архитектурном плане здания сформированы из четырех блоков, каждый из которых рассказывает об одном годе войны и одном из фронтов, принимавших участие в освобождении Белорусской ССР. Все они объединены масштабной экспозицией галереи «Дорога войны». Зайдя внутрь музея, оказываемся вот в таком холле. Входной билет стоит 10 белорусских рублей с человека. Экспонаты музея сгруппированы в 28 коллекциях, выставлены в 10 тематических музейных залах. Первый из них рассказывает о тяжелых годах начала Великой Отечественной войны. Затем о переломных моментах, первых разгромных для врага победах нашей страны. Последние – об освобождении Белоруссии и окончательном поражении фашистской Германии. В первом зале мы можем видеть реконструкцию первого танкового тарана в Великую Отечественную войну. 26 июня 1941 года в районе Дубной экипаж капитана Богачева протаранил немецкий танк. Извините за качество съемки, потому что в этот момент подошел работник музея и начал задавать какие-то непонятные вопросы касательно видеосъемки. Но все хорошо, ибо мы с вами знаем свои права. Огромный зал в музее отдан под размещение постоянной экспозиции серии картин художника Савицкого Михаила Андреевича. Он прошел весь ад немецких концлагерей, финальным этапом которого стал Дахао. Именно там узник под номером 32815 был освобожден. Очень печальные картины и заставляют задуматься. Давайте пройдем дальше. Мы с вами находимся в зале, который называется «Дорога войны». Образцы вооружения и техники, последовательно размещенные в этом зале, демонстрируют, как на протяжении Великой Отечественной войны Красная Армия, получая от советской промышленности все более совершенное оружие, наращивала материально-техническое превосходство над агрессивным блоком и завершила победой самую кровопролитную войну 20 века. Обратите внимание, что за музеем есть еще часть коллекции под открытым небом. Вот, например, самолет Ли-2. Такие самолеты выпускали в Советском Союзе по лицензии американской компании «Дуглас». В годы войны было произведено более двух тысяч подобных самолетов. Мы с вами находимся в самом большом по площади зале. Его площадь свыше полутора тысяч квадратных метров. Зал располагается на трех уровнях. В зале сюжетно-композиционным образом расставлена техника и вооружение Красной Армии, партизан, а также вермахта. По соседству с артиллерийскими снарядами находится убийца немецких танков Су-100. Су-100 – это советская самоходная артиллерийская установка периода Великой Отечественной войны. Класс-истребитель танков. Она создана на базе Т-34-85 КБ Уралмаш-завода в начале 1944 года. Это дальнейшее развитие Су-85, которое уже не могло гарантированно поражать немецкие тяжелые танки. Массовое производство Су-100 было начато на Уралмаш-заводе в августе 1944 года. Рядом с ним находится один из сильнейших и самых массовых тяжелых танков Второй мировой войны. Он стал одним из символом победы в Великой Отечественной войне. Его название – ИС-2. ИС расшифровывается, как Иосиф Сталин. Здесь же мы можем видеть полевую кухню, где военный накладывает кашу или наливает какую-то похлебку детям, а также женщине, которая стоит в очереди. Здесь мы с вами можем наблюдать БМ-13 – советскую боевую машину реактивной артиллерии, знаменитую «Катюшу». Далее перед нами экспозиция револьверов, наганов, пистолетов, автоматов, пулеметов, карабинов, винтовок, а также штык-ножей. Изучив оружие, мы с вами поднимаемся по лестнице наверх. Если посмотрим сверху вниз влево, то увидим переправу на плоту артиллерийского расчета через реку Днепр. Инсталляция воссоздает боевой эпизод форсирования Днепра артиллерийским расчетом под командованием героя Советского Союза Самбука. Далее мы переходим в следующий зал. Этот зал называется «Нацистский оккупационный режим на территории Беларуси 1941-1944 года». Здесь мы с вами можем видеть форму полицая. Да, немецко-фашистские оккупанты в годы войны уж больно сильно наследили. На территории Беларуси было уничтожено более 2 миллионов 357 тысяч мирных жителей и военно-пленных. Здесь мы можем видеть образцы одежды, которую носили люди в оккупации. Создается мне, что эта обувь была не самая удобная. Здесь мы с вами можем наблюдать форму узника лагера смерти Тростенец. Сам лагерь Тростенец был расположен в деревне Малый Тростенец Минского района. За три года в лагере смерти было уничтожено 206 тысяч людей. По количеству уничтоженных людей Тростенец стоит на четвертом месте после Освенцима, Майданека и Треблинки. А здесь мы можем наблюдать немецкие тюрьмы и представить, какой быт был у заключенных. Здесь мы можем наблюдать домино, сделанное из хлеба. Вот в таких нечеловеческих условиях приходилось выживать нашим предкам. Вот здесь мы можем наблюдать инсталляцию типичной улицы в оккупационном Минске. Между прочим, первыми работниками музея стали бывшие партизаны, прежде воевавшие на этих территориях. Они энергично участвовали в сборе материалов и документов для музея, занимались подбором экспозиции, участвовали в раскопках Брестской крепости. В числе первых побывали в фашистских лагерях смерти. И им было о чем рассказать. А тут у нас экспозиция предметов тех времен. А эта печатная машинка сохранилась в прекрасном состоянии. Далее мы проходим следующий зал, который называется «Партизанское движение и антифашистская подпольная борьба в Беларуси». Частия советских граждан в европейском движении сопротивления 1941-1945 годов. Экспозиция зала состоит из нескольких тематических блоков, рассказывающих о развитии и становлении партизанского и подпольного движения. Борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на оккупированной территории Беларуси с период с июня 1941 по июль 1944 годов. На оккупированной территории Беларуси развернулось партизанское движение, в котором участвовало 374 тысячи человек. Здесь мы с вами можем наблюдать самодельный токарный станок. Главный итог боевой деятельности партизан – это освобождение республики от оккупантов. Около 70 тысяч патриотов, объединенных в подпольные группы и организации, осуществляли диверсии на предприятиях, спасали советских военнопленных и узников из неволи, вели разведку для партизанского командования и Красной Армии. В движении сопротивления в Европе активное участие принимало 40 тысяч советских граждан. А вот здесь мы с вами можем увидеть макет отправленного под откос поезда. Это было сделано нашими партизанами. Устройство, благодаря которому пускали поезда под откос, представляет собой металлический клин, действующий подобно трамплину. Колесо, наезжая на устройство, поднимается над рельсом и по боковой направляющей съезжает в сторону. Плюсы данного устройства не только в ненужности взрывчатки. В составе не срабатывают тормоза, как при подрыве традиционным способом, и весь ожелон по инерции сходит с рельсов. Изделие гораздо проще изготовить и перевозить, так как оно не является чем-то опасным на вид и не вызывает подозрений. Особенно при транспортировке его частей им может проверяться врагом при помощи собак. Ну и, конечно же, легендарный танк Т-34. Проходим дальше, к не менее интересной диораме. Смотрите. Здесь мы можем увидеть диораму «Минский котел». Она воссоздает события завершающего этапа разгрома гитлеровцев под Минском. Родина высоко оценила массовый героизм советских воинов в боях за Беларусь. 1687 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 39 белорусов. На белорусской земле свыше 20 воинов повторили подвиг Александра Матросова. Свыше 10 летчиков совершили воздушные тараны и около 30 повторили подвиг Николая Гастелло. 874 воинские части награждены орденами. 747 воинских частей удостоены почетных наименований белорусских городов. Свыше 100 героев Советского Союза в послевоенные годы были удостоены звания почетных граждан белорусских городов. Венцом богатой музейной экспозиции можно назвать Зал Победы, отличающийся особым великолепием. Он стилизован под стеклянный купол поверженного Рейхстага, парламента Третьего Рейха в Берлине, над которым в 1945 году военнослужащие Красной Армии Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы. Прозрачный купол музея украшен великолепным витражом, главным элементом композиции которого является символ Белоруссии АЭС, а над самим музеем развивается государственный флаг республики. Сквозь стеклянный купол открывается красивый вид на Парк Победы и реку Свислочь. Как вы можете видеть, зал очень красивый, но сюда лучше приходить в ясную и солнечную погоду, как сегодня. По периметру круглого зала размещена подробная информация о фронтах, армиях, флотилиях, а также героях Советского Союза. На территории Белоруссии было уничтожено более 2 миллионов 357 тысяч мирных жителей и военно-пленных. Общие людские потери в годы Второй мировой войны составили аж 60 миллионов человек, а общие потери народов Советского Союза 26 миллионов 600 тысяч человек. А дальше, чтобы попасть в последний зал музейной экспозиции, надо спуститься вниз на первый этаж. Как вариант, это можно сделать на лифте. Этим мы и займемся. Первый этаж В проекте нового музея гармонично соединились монументальность и современные технологии. Стеклянные ниши дополняют широкие плазменные экраны, а благодаря лазерной подсветке лучи салюта будто уходят в ночное небо, подчеркивая контуры всего музейного ансамбля. Прямо над ним возвышается 45-метровая стела Минс-Город-Герой, а рядом расположена скульптура Родина-Мать. Площадь героев украшает фонтан из 170 струй, которые посвящены населенным пунктам Белоруссии, освобожденным советскими войсками во время войны. В музее на площади более 3000 квадратных метров можно увидеть свыше 8000 экспонатов, рассказывающих об истории Великой Отечественной войны. Всего в фондах хранится около 145 тысяч раритетов, собранных во время боевых действий на территории Восточной Европы и Германии, а также переданных посольствами разных стран уже в мирное время. Память о подвиге наших уважаемых предков всегда в наших сердцах. Если вам понравилось видео, ставьте лойсы, делайте репосты, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. До новых встреч! И как вы уже поняли, это первая часть сериала про Республику Беларусь.